Грецкие волоски Смотрите, 4 стакана вареной овечки 1 стакан Орехов грецких Малки А есть ли у тебя это книга? Нет В третьей книге нет В первой книге есть В первой книге есть Но я немножечко Сейчас его по-другому скажу Чуть-чуть, вы увидите 4 стакана вареной гречки 1 стакан орехов Все, мы кончаем 1 стакан орехов Это все через блендер Можно, конечно, через мясорубку Но обязательно, для того, чтобы оно хорошо лепилось Чтобы хорошо лепилось Потом туда можно Там в книге написано Пассатэ Цибуля, лук, пассатэ Вы уже знаете, что такое пассатэ лук Вам не говорили еще, да? Сейчас узнаем А, хорошо, вам сейчас скажу Но пассатэ будьте внимательны Там Надо пожать немножко Солькой Потом на сковородку Все Потом добавляется немного Русситного масла Да? И потом Они не очень хорошо Будут лепиться Если там русситное масло Поэтому Если вы это сделали То лучше потом Добавить 2-3 картофеля Сырые, да Просто потереть Просто потереть на мелкую терку Чтобы она лучше лепилась Можно немножко лук Пассатэть Чуть-чуть Алить туда Можно Можно даже просто сырой Сырой лук Репчатый, да? Репчатый лук Конечно, чесночка Побольше туда Тоже потереть Или там порезать его, да? Потом какие-то приправы У вас есть Пожалуйста Которые вы пользуетесь Тоже можете туда Приправы положить Там соль по вкусу, да? И И больше ничего И больше ничего не надо И вы делаете Такие маленькие Какие-то Маленькие такие, да? Шарь И на дечку Ну Можно, конечно, Пергаментная бумага Для запекания, да? И вы запекаете С одной стороны Духовку Духовку С одной стороны Не надо переворачивать Вам неудобно будет Оно плохо переворачивать С одной стороны Ну, 30 минут При температуре 180 Уже они будут готовы Полчаса Полчаса Лечка готова Ну, там же Лук и еще Картошечку Мы туда добавили Значит Оно очень вкусно получается И надо Когда вы уже вынули Из духовки Надо, чтобы минут Ну, 10 постояло Чтоб немножко остыло Потому что, если вы будете сразу Ну, очень плохо будет сниматься А если оно постоит Немножко остынет Тогда очень хорошо снимается Вы сняли Оно уже вкусно Ну, вы сделали Солюдечку У вас много Противень Противень У вас много получилось Поэтому на следующий день Тоже можно На следующий день Или даже в этот день Вы можете немножко Наливкового масла Или нальяном Чуть-чуть, например, разогреть Когда вы подаете мужу Да? Оно еще вкуснее будет Еще вкуснее Это очень хорошее блюдо И готовится Довольно Разогреть только на сковородке А микроволонку Не в этот день Микроволонку